Сейчас у нас это распределение характеристикой конверсии, потому что она индуктивная и индуктивная, но актуальность я не буду повторяться, потому что она сопровождается опасными явлениями, то, что у нее индуктивный комплекс является трудно прогнозируемым, и в принципе в этом присутствует его актуальность, и то, что отмечалось, что на территории России отмечается увеличение характеристикой конверсии, системы на Западной Сибири также такая же тенденция к увеличению. Территория исследования представляет собой опять среди определенных административных областей, это, например, статумская область и также Атайский край и Республика Алтай. Из данных были использованы АТВ-изображения со спуток Аклопера и Ресууэны, также использовались для определения опасных явлений, которые сопровождались с определенными, и использовались с определенными продуктами АТМО-2 для оценки именно на метафизических и мархиологических характеристик англика. Дешифрование на первом этапе проходило вручную, визуально, то есть открывалось это изображение и уже визуально насыпленные определяли. Далее уже с помощью машинного, ну, с помощью машины, получается, мы уже убрали облачный продукт, получается, АТМО, и смотрели уже здесь диаметр у нас более 50 км. Убрали это просто потому, что обычно считается, что нашим шарный коллективный комплекс это остаток не только доли, но для нашей территории, для территории именно Западной Сибири, это не в эффективном размере. У нас даже меньше по размерам коллективной комплексы могут генерировать такие же опасные явления. Вследствие этого у нас брался меньший диаметр. Также бралась температура ровная граница, плюс 30 км. И в результате за одиннадцатилетний период, с 2008 по 2018 год, было выделено на 230 дней с АТМО на данной территории. Здесь представлена организация, где, получается, отцеплены полученные центры МКТ по территории всех проходящих. И здесь представлены июль и июль месяцы, потому что это месяца с наибольшей повторенностью комитетного комплекса. И на основе можно отметить какое-то уже увеличение на какой-то, т.е. в данной части территории, потому что там за время запуска около всего 8 случаев. И, ну, имеется всеобразное статистическое выбор на него, делать какие-то выводы на основе. Поэтому здесь уже можно сделать такие выводы. У нас наибольшую повторяемость отмечается объемы слоевского хориажа и гликорио-локая. Дальше. У нас были рассмотренные условия образования МКТ и генерированные ими явлениями. Т.е. представлены процентность отношения недополучных полей, с которыми были связаны МКТ. Чаще всего, конечно, у нас МКТ представлены на фирме Холодин в Плоте, и он имеет около 1 трети всех, всего процентов нормальной синтетической ситуации. И дальше у нас, как повторяемость, идет Фонта Кузьма. Из мезо-мешкарных ситуаций. У нас, получается, мезо-гипер отмечался всего один раз в 2018 году, составляет 5 процентов. Но, как бы именно мезо-гипер и следствием, они являлись на более опасные незамешательные образования, в которых наблюдаться как-то не было. В результате также были рассмотрены опасные явления, и при просмотре ЛИИ, 50 процентов основанных служб образования, коммертивная формица была запрессированная гроза. Можно сказать, на основе этого нужно сделать, что всегда он сопровождается с грозой, а далее у нас все явления уже были в совокупности с грозой, Ливни, Град и Акция. Дальше проводилась оценка на коллективных характеристик, т.е. протяженность по широте, долготей и площадь, и осмотрелась высота верхней границы облака. В результате у нас по широте протяженность от 25 на площадь была до 50 км, по долготей от 50 до 100 км, и высота границы, верхняя граница облака. Можно посмотреть, что у нас наблюдается максимум, и характерные там у земли 12 км. И вот тут еще наблюдаются такие значения, не характерные для Западной Сибири, т.е. высоко верхней границы от 14 км. Мы сделали предположение здесь, что это скорее всего, как мы рассматривали Алтайку, скорее всего, здесь складывалась высота верхней границы облака, и плюс высота на уровне моря. Поэтому получилась такая высокая верхняя граница облака. Дальше была проведена центр микрофизических характеристик, это эффективный радиус и интегральное многосодержание. Эффективный радиус у нас здесь встречается с 25 до 20, например, чаще всего, мы наибольшие картины сейчас обладаем. В ситуации с интегральным содержанием мы можем навыкать объемы на данное распределение. И тоже вот над зоной было предположение, надо сказать о том, что первая мода, которая у нас наименьшая, это глобус содержание именно взято на границах облака, то есть где мы попали, например, именно горосодержание, которое уже больше вторая мода, это середина облака, то есть потому что у нас натуральное горосодержание берется именно в столбе. Ну и получается, что здесь уже, конечно, значения будет больше, потому что у нас все берется. Дальше был выделен такой типичный МКК для территории города, сколько зато Метсибири. Были вычислены модальные значения для всех характеристик, которые были представлены. И в результате вот у нас попало два МКК. Вот. Они у нас имели такие значения, что у нас протяженность по долготе была от 110 до 150 км, протяженность по ширости 40 км, площадь облачности 39 км, а эффективный радиус 60 км 30 км, высота в этой больнице около 11 км. Вот. 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 Вот получается. Ну, практическим путем. То есть из-за того, что у нас на нашей территории никогда не рассматривались незамышленные конверсивные комплексы, никогда, ну, никакие определения нигде не проводилось, то есть мы можем уже как бы с помощью вот этих вот каких-то полученных характеристик, уже дальше анализировать, что может являться или не являться, ну, незамышленные конверсивные комплексы. Вот. Ну, и основные результаты, то, что у нас количество дней и месяц вырировалось от 12 до 31 дня, а в 12 дней у нас наблюдаясь в 2007 году, 31 день, а в 2016 году он был на манитопе на манитопе. Также МПК преимущественно встречается в составе облачности конкурентов, плюсик и плоток раков. Большая локализация наблюдаясь в приборе Алтаевых и в районах Слоерского краяжа. В 100% рассматриваемость лучших обрезания для запасированного вяза. Ну, и то, что спешная, как характеризуется показателем, что площадь составляет 3900 км. Высота их на днице удаляется, с эффективной радио списка метрометра и интегральное соображение больше всего 400 км. Спасибо. Спасибо. Я, видимо, выпугал этот докладчик, хотя сегодня сэкономил много времени для вопросов. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Высота их на днице? Мы выбрали продукт моддис это атомной адобты, и там получается уже все продукты, то есть там заложены данные об локализации, об локализации. то есть все характеристики мы с помощью накладывания и вычисляли. То есть мы сначала уже с помощью накладывания выделили области. То есть, конечно, визуально некоторые инъективные комплексы мы сначала посмотрели, и вроде да, визуально но, а потом, например, либо по тибературе, либо по оптической толщине уже по значению накладывания, то есть вы не определяли это, как мы этим путем ожидали, когда мы выиграли. Ну, нет, мы не используем. Да, у нас... Мы считаем, что это нормально, потому что, по самому, Знаете, все это путем, если я держал вас, мы видим, что здесь будет участие, если не учили, то это достаточно. Потому что я уже... Синтешпал... Скорее, 9-10 километров аномально низко. Ваш максимум, он скорее аномально низко. Да, скорее. Потому что максимум высоты вы получили, но на самом деле низковато для... Мне кажется, больше 14 километров это... Нет, ну нормально. Там совершенно условия позволяют для вас... Вопросов еще есть? Нет, просто еще вопрос. А вы используете аквапролет дневной, да? То есть это в районе часа? Да, в районе часа. То есть вы максимум, ну по сути, вы максимум развитие конвекции не от лавы? Нет, не от лавы. То есть у вас как бы... Возможно, дело в том, что ваши заглазы занижены достаточно. Все ваши повышения значения именно за то, что вы до развития страны. Ну и, конечно, может быть, 50 километров... Наверное, не совсем правильно называть это комплексом. Лучше, наверное, системой называть, как мы тоже... Ну, потому что комплекс все-таки это 200 километров, достаточно устойчивое вам устоявшееся определение как именно комплекс в системе можно... Ну, проще, наверное, системой называть. Ага. Да, это так. Ну и... А еще какие-то спутниковые данные есть? Вопросы там. Ну, посмотрите. Ну, просто действительно модис может... Модис может... Модис может сам нам... Причем вы после подойдите. Решайте. Да, да. Давайте еще раз прокладируем. Спасибо.